МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітання усім глядачам телеканалу ТИСА-1. Це програма про головне у форматі ексклюзивного інтерв'ю. І мій гість сьогодні Володимир Панов, громадський діяч. Добрий вечір вам, пане Володимир. Моє перше запитання стосуватиметься такого, можливо, глобального руху геополітичного у світі і місце у цьому русі України, держави. Оскільки ви часто відвідуєте міжнародні зустрічі, спілкуєтесь з міжнародними партнерами, ваше особисте відчуття, куди рухається Україна і чекають її там наші міжнародні партнери, як на цьому наголошують завжди наші кермани чи державні? Для мене дуже важливо, як в цьому контексті виглядігає Україна, конкретно Україна. То, що ми ігрок, мій, то, що в нас хороє геополітичне розположення, це є факт, о котором ми говорити не будемо, тому що об цьому багато говорять. Як сьогодні розвивається Україна? Може ли Україна конкурувати і бути інтересною всіму міру? Це найголовній питання. І якщо розсюджати з того, що на сьогоднішній день Україна – самая худша економіка в Європі, нас обошла Молдавія, ми займаємо останні місця. І очевидно, що необхідно щось менять, необхідно, що в нашому хозяйстві щось не так. І тут дуже важний вопрос, осознали ми це или нет? Страна, правительство, народ осознали, що ми сьогодні відстаємо від всіх країн Європи. І ми повинні щось робити для того, щоб обійти всіх, стати хоча б в ровень, а потім і обійти їх. І якщо ми дивимося з вами за тенденціями, то ми бачимо, що не сильно можемо сьогодні говорити о тому, що є стратегії, є щасткий план действий, і ми це пров'ємся. Тому що робити? Що необхідно робити в цій ситуації? Мені кажуть, що ми повинні розвиватися Європа, ми повинні пройти цей путь. А це значить, що кожен регіон України, сьогодні їх 25, десь бути активний. Посмотрите, як ведуть себе сьогодні регіони в Україні. Вони заглядують в рот Київу, Київ робить свою політику, ми становимося самою відсталою країною, ми вперед не двигаємся, це всіху страєває. Це при тому, що є область адміністрації, при тому, що є областні совіти, при тому, що є армия райдері адміністрації, ніякого імпульсу з регіоном не йде. А Європа – це територія регіонів. Європа розвивається регіонами. Тобто кожен український регіон, він має своє лице, він має свою ізюминку, він має свою елиту. Він має носити пропозиція і давити на центр, для того, щоб центр змінив свою політику. Я думаю, що в цій ситуації це єдинний резерв, який ми не використовували. І я, де виступаю, я призываю регіони бути більш активними, тому що, якщо не будуть працювати регіони, ми з вами ще на багато років залишаємося на той позиції, яку ми сьогодні займаємо. В той же час держава вже два роки поспіль оголошує курс на децентралізацію, як фінансову, так і на адміністративну реформу. Це можна сказати тоді, з ваших слів, можна зробити висновок, що це лише декларативний характер заяв, а насправді нічого не робиться, бо ця армія райдержадміністрації, облдержадміністрації пасивна і чекає ніби якогось сигналу згори. То що тоді ця децентралізація, яка задекларована? Зараз, якщо вспомню, скажу дуже хорошу фразу. Ізмені – це те, що роблять. Фантазії – це те, о чому говорять. Тобто в данний момент второй аспект – це фантазії, це розговор, це декларація, тому що ми ніяких змінень не видим, ми не чувствуємо. Посмотрите, хто більше всього страдає на містах от того, що український людина живе дуже плохо? Качество життя чрезвичайно низке. Ми недоволені своєю життєю. Кто страдає вперше? Конечно, містна власть. А хто приймає рішення, хто веде в политику? Конечно, центр. А тому, о чому ми говорили з вами, об активності регіонів, наші закарпатські депутати проводять сесію і вносять предложення. Да, 91-й год, був референдум, де ми говорили о самоврядній території в складі України. Говорять сепаратисты. Ну, якщо я в складі України, це вже не є сепаратизм. Якщо б вони сказали, що самоврядна територія в складі Угорщини, немає вопросов. СБУ пусть работает. В складі Словакії немає вопросов. В складі України, причем дальше, після запятой, там, кажется, і більше не входити никакі теріторіальні единиці. Тобто понятно, що тоді вже закарпатська елита відбувала якусь модель управління країною. Тобто, що можуть повторювати інші регіони. Ці 25, які сьогодні можуть активно працювати. Тобто, не подобається сьогодні закарпатцям, як центр управляє регіонами. Не закарпатием, а всі регіонами. Але ми в такому ж плохому положенні, як і все. Ми робимо ініціативу. Наші депутати встають і думають, як краще всього розбудити Київ, щоб вони що-то меняли. Щоб ця децентралізація, о которой ви сказали, почала реалізовуватися. І вони голосують, що давайте ми з вами вернемся до цієї ідеї. Адам, які красиві слова. Самоврядна тарика, що Гройсман не говорить про самоврядність. Гройсман не говорить про централізацію, коли він ввел цю реформу. Ми нічого нового не сказали. Ми говоримо то, що вони сказали і не роблять. Ми сепаратисты, а в них все нормально. І тут мене більше волнує. Чем хуже работает центральна власть, тем ей більше мерещиться сепаратизм в регіонах. Якщо б вони работали хорошо, то сказали б, що є регіон, який вносить предложення. Собрали б експертну раду, просчитали б і сказали б, давайте не так по-другому. Нет вопросов. Ми лояльні, ми толерантні, ми готові слушати, готові вносити зміння. Ну, вносите встречное предложение. Ничего не делай, не критикуйте регіони за активность. І тут зразу критики, можливо, скажуть вам оце порівняння, так, що, ну, давайте тоді йдемо автономію і східним регіонам, і в такий буремний час взагалі не варто піднімати такі питання, кажуть більшість. І якраз оце і ставиться в контртезу тим, хто би хотів, можливо, якісь реформи пропонувати в розрізі якраз децентралізації або адміністративної реформи, або укрупнення повноважень на місцях і так далі. Тобто звідси оцей натяк на сепаратизм, що ніби країна в такій ситуації зараз, що не на часі такі рухи. Ви як на це реагуєте? Які ми прозорливі, які ми закарпатці умні, які ми красавці. Ми в 91-м гаду вже бачили, що в нас на Востокі, в Донецькій, будуть проблеми в 2014-м гаду. Тобто наша идея исходит від государственного управління, від менеджмента, як ефективно управлять регіоном, для того, щоб люди жили щастливо. І, будь ласка, 25 предложень, яким образом управлять країну. Кожний регіон пусть вносить своє предложення, і не буде сепаратизма. Але якщо хто-то активний, хто-то пассивний говорить о тому, що він підталкується к чому-то плахому, будь ласка, будь ласка в Донецькій. Є якісь конструктивні предложення? Минск-2, Минск-3. Пожалуйста, є якісь інші інші ідеї. Ми ж не проти, ми підтримуємо. Я не маю нічого проти, щоб Київська область внесла предложення. Не маю нічого проти, щоб суму внесли свої предложення. А ми говоримо о тому, що регіони должны бути сьогодні активні. І якщо бояться того, що ми тут вносимо предложення, тому що в Донецькій проблемі, то давайте дождемося. Закончатся проблеми лет через 8-10-20, дай Бог, щоб побыстріше. Ми будемо голодні, губи на полку і будемо ждати. А коли все володиться, ми почнемо що-то робити. Так не буває. Люди должны діювати сразу, сьогодні, 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 в цьому місці, де вони знаходяться. І регіони должны бути, повторяю, лідерами во всіх цих процесах. Якщо вони не будуть, то можна говорити о тому, що ми к чому-то підталкиваємо. Ми підталкиваємо к тому, щоб господарственне управління було эффективним. Добре, тоді яка роль регіонів і в цьому Русі, щоб бути активними, і як вони тоді мають цю активність проявляти? Тобто це створення якихось знову асоціацій, спів, власне, якоїсь комісії між регіонами, які би напрацьовували ці пілотні проекти, інструменти, документи і так далі. Як ви бачите цей рух? Тобто хто має стати ініціатором, щоб ця ініціатива була почута, а не сказали знову сепаратисти на місця? Давайте я попробую відповідь на цей интересний вопрос через призму Закарпаття. Смотрите, що відбувається. Ще в СССР, ми знали, що є западні регіони, о них знав весь СССР, це було Прибалтика і Закарпаття. Це люди, які демонстрували западну моду. С ними считалися западні ворота СССР. Куди ми дивилися тоді? Кто для нас був ориентирован? Ми дивилися на Будапешт, на Прагу, на Париж. Многое продвинуті люди дивилися на Лос-Анджелес, на Нью-Йорк. Ну і в нас столиці була Москва, там, де було багато студентів, там начиналися якісь западні течения. Ми на них ориентировались, і це була наша ментальна культура, Закарпатська, і ми гордилися тим, що ми один з тих регіонів, які ставлять в пример. Що в Україні в'язково в 1991 році? У нас появилась своя країна, у нас появилась своя столица. І ми всі стали дивитися на столицу, ми стали ориентироватися на нього. А столица не готова привнести нещо нове, динамичне, тому що она все-таки там, ближе к Востоку. Це нова столица, государство. Она тільки формирується, она 100% буде розвитій, але на цьому етапі она ще не є той столицей, яка може задавати тон в тенденціях, в культурі, в моді, в розвиті. І ми повернув голову на Київ, видим, не дуже вийде. Ми тоді дивимося на Львів. А що необхідно робити Закарпатию? Ми тут, ми в Європі. Я це чувствую, ми це осознали. Для мене дуже важливо, щоб кожен закарпатець це почувствував. Ми не должны ориентироватися назад, ми должны ориентироватися вперед. Ми маємо мисію, мисію в нашому державі, в Україні, і роботи з адміністрацією президента. Ми должны бути настільки активними, що вони кажуть, що вони кажуть, що закарпатці правильно відбуватся, вони приймають там правильні норми, у них правильні мероприятия, вони є, Запад, ми на них дивимося і ми в принципі приймаємо те закони, які позволять всій країні так себе вести. Причем це вовсім. Ми не должны були потерять роль лідерів, законодателів і мод в суверенній Україні. Ми должны були це розвивати. Ми, к сожалению, це проіграли. І сьогодні, скажімо, мисія таких програм, як наша с вами сьогодні, щоб наші люди це осознали. Каждий чоловік із закарпатського села, він європієць. У Бостя Яго Бойшоу, як у нього в дворі, як у нього в домі, як у його битовія культура, як він думає, які він смотрит телепрограми. Городські люди, урбан, вони вже європейські. І вони должны ощутити і почувствувати, що їх мисія – вести Україну в Європу. Тобто ми маємо бути лідерами. Але все рівно всі ці процеси очолювати має еліта і формулювати ці тези повинна еліта. І тут у мене до вас питання. Оскільки 20 років, ви кажете, була втрачена ця ідея, то, відповідно, і еліти переродилися. Чи є сьогодні ті, хто готовий консолідуватися навколо таких думок, і перше, і друге, готовий формулювати ці речі, доносити масам, аби це сприймалося правильно, так як ви кажете, з благородною ціллю, з тим баченням на перспективу на десятки років вперед? Чи є готові ті люди, які візьмуть на себе, на свої плечі це і як локомотиви потягнуть? От якщо брат тільки закарпатський. Конечно, конечно, є. Конечно, є. Оптимістично звучить так. Саме важливе та фраза, що ми дозволи це ощутити. У нас дозволи произойти трансформація в головах і дозволи свою роль, що ми дозволи це робити. Конечно, є. Смотрите, возьмем там, не буду обобщати, абстрагуватися, конкретно поговоримо. Закарпатський бізнес конкретно. Ми організували форум-иниціатив. Це площадка, де собирається, як ви говорите, елита, деловая елита, бізнес-елита. Ми привлекли власть, власть согласна с нами работать, і ми вносимо якісь ініціативи, ми общаємся. А що треба зробити, щоб бізнес розвився нормально? Це не ради вигоди. Я бізнесмен, я маю свої інтереси, але це робиться не з-за вигоди конкретно для конкретного підприємства. Тобто, якщо хороша среда, то хорошо всем. Якщо хорошо всем, то каждый чоловік там живет счастливо. Ми собралися і внесли закарпатський економічний експеримент. Опять-таки, якщо центр не може нам предложити модель ведення бізнесу нормальну, ми предложили свою. Як ми хотіли б, щоб розвивалась Закарпаття. Расписали все от і до. Але які закони, в чому їх преимущество, какой буде економічний результат, к чому це приведет, яка польза країна від того, що Закарпаття це буде робити. Достучатися сложно. Тоже говорять елементи, це ви там що-то з Закарпаття, це вам, ну, опять мереситься сепаратизм. Я выступав в Херсоне на форумі, і я кажу, я за те, щоб було 25 економічних експериментів в кожному регіоні. В знайти все, Херсонський економічний економічний експеримент, Пришла инвестиция на 50 миллионов и будет создано около 2 тысяч рабочих мест в ближайшее время. Смотрите, Айадзаки, это японская компания, известная на весь мир. Это 30% мирового производства электрожгутов. Вот-вот они реализуют свой проект, там тоже на 30-50 миллионов, где-то 2 тысячи рабочих мест. Смотрите дальше, Флекстроникс, сингапурская компания, в Мукачево имеют предприятие, они тоже расширяются, тоже строят завод. Кто строит что-то сегодня в Украине? Завтра они гордо заявят о том, что у нас пошли прямые иностранные инвестиции, то есть ситуация улучшилась. Но кто делает политику? Те, которых мы привлекли в 2001 году. То есть они являются лидерами. И мы говорим, что если бы таких было у нас в Закарпатье, я могу там очень гордо назвать, скажем, 15 компаний, которые на весь мир известны, этим Закарпатьем может гордиться. А если бы их было 150, а мы уже столько не имеем рабочих сил, допустим, потому что Закарпатье заполнено этими компаниями, то они идут себе спокойно к нашим друзьям, Львовскую область, Ивано-Франковскую область, идут к Полтаву и так дальше. Идут через нас. Как сегодня Словакия уже не может обеспечить столько инвестиций и по чуть-чуть начинают приходить сюда. Так мы когда говорим о эксперименте, мы говорим, давайте открываем окна, открываем двери, открываем шлюзы, открываем все, что можно, лишь бы пришел прямой иностранный инвестор. Потому что он даст заработную плату, потому что он сделает экспортный потенциал, потому что он сделает качественно новый рабочий класс. То есть другие воспитанные культурные люди выходят за этот человек, который имеет зарплату в этот рабочий класс, он пойдет что-то купить. То есть мы потребительский рынок формируем, мы можем купить, продать. Совершенно другое качество страны. Так с чего все началось? На Киевском экономическом форуме такие люди, известные на весь мир, как Эрик Райтнер. Его многие знают по книге «Почему богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными». Это бестселлер, его читают практически сегодня все. Наш земляк Гаврилишин, он соучредитель Доводского форума. Посол Малайзии, Лидия Шинкарук, Гейтс, ученые, практики, бизнесмены, то есть мои коллеги, я в том числе. Мы вносим предложение стране, что необходимо делать, чтобы страна завтра, буквально через 2-3 года взяла резкий скачок. А никто не реагирует. Так вот в этом и вопрос. В этом вопросе. Чому никто не реагирует? Тобто зараз от тут вы проводите форумы, вы собираете людей, вы брейнштормите, вы даете реальные, уже напрацьеванные документы и шаблони, и это зупиняется максимум, что это похоже на сепаратизм, а ніякого руху далее. Чему? Потому что кто-то сидит на потоках, потому что кому-то выгодно, чтобы это были просто транши МВФ и их размывание по бюджетной сети, по 3 тысячам державных предприятий и так далее. Почему? Почему этих инициатив не чуют, если это практика уже усталина, если есть практический результат по этим же иноземным предприятиям, которые вы назвали? Почему тогда это не идет в практичную площадь дальше? Почему такой важный поступок? Я думаю, что, ну не хочу копаться в этом, не сильно интересно, я готов работать еще 10 раз больше и собирать критическую массу людей, таких как я, которые идут с нами по Украине для того, чтобы это преломить. А почему не делают? Ну есть только два варианта, или то, что вы говорите нечистоплотные, или неумные, и одно и другое плохо. Поэтому вот здесь необходимо, понимаете, я к чему свою мысль ввел, что мы внесли предложение на всю страну, его не восприняли. Через год опять экономический форум, мы повторяем, усиливаем позицию, опять нет реакции. Тогда мы обращаемся к Закарпатскому, говорим, если вы не хотите на всю страну принять правила игры, ну дайте эти правила игры на одну, самую западную область Украины, небольшую за своими размерами, и мы здесь попробуем эту модель использовать. Получится у нас, флаг нам в руки, значит будет распространена модель на всю страну. Не получается у нас, одно постановление забери и на этом эксперимент наш закончился. Ничего страшного, ну надо что-то пробовать делать, а мы не пробуем, мы не слышим. Ответы такие, мы пишем письма, собираем там ученых, бизнесменов, власть, готовим предложение, а нам Курочкина дает ответ с департамента, что она считает это нужным или нет. Мы пишем письмо, ребята, а где экспортные советы, где мозговые атаки, где мозговые штурмы, где свод анализ каждого нашего предложения. А они пишут ответы, Саш, они пишут ответы, они со мной переписываются. То есть пришло письмо с предложением, они знают, надо на него ответить в течение 10 дней. И мы получаем, ну то, что получаем, ну как так можно изменить страну? То есть опять-таки говорим, что государственное управление страной сегодня находится в глубоком кризисе. И вот тут еще вопрос, как достучаться тогда до этих масс. Зрозуміло, что люди, которые в средовище, люди компетентные, профессиональные, они понимают, потому что они анализуют, они мают певный там background, мают знания и могут вывести для себя этот висновок. Но информационный простор на сегодня перенасичен війною, вбивствами, вибухами и проблемами. Как в этом информационном просторе прорваться оцем тезисом, оцем меседжем, донести их до масс? Ваше бачення. Наша программа с вами 0,0,0,0,1% прибавит в том, чтобы люди по-другому думали. Очевидно, что так, але 0,0,0,1%. Вот я к чему веду? Логика есть. Чем больше мы будем заниматься популяризацией этих идей, тем быстрее она до кого-то дойдет. Да, как идет в классике. Парадигма мыслей приводит к парадигме слов, парадигма слов приводит к парадигме действий. Сегодня мы где-то с вами уже, может быть, мысли начинаем трансформировать в слова. Мы начинаем об этом говорить, об этом начинают думать. Я скажу вам, ехал с академиком Геевцем, имел очень интересную поездку. Мы с ним с Киева до Херсона ехали в одной машине. И он категорически был противник закарпатского экономического эксперимента. Доехали до Херсона, он выступал со своим докладом, ну практически тезисами, о которых я им говорил, он сказал, что это надо поддержать. Понимаете? То есть буквально, когда ты объясняешь, что ты говоришь, люди начинают думать. Он говорит, это примитивно. Я ему говорю, что не примитивно? Он говорит, вот мы дали 250 научных открытий правительству, и их никто не реализовывает. А мы могли бы быть инновационной страной. Так я говорю, тоже выступаешь за инновацией, но бедная страна инновационной не станет. Давайте мы создадим прослойку, мы сделаем людей богатыми, счастливыми, создадим рабочие места, наполним бюджет, укрепим валюту. И на этой основе будут деньги, чтобы ваши 250 идей технологических мы реализовали и превратились в инновационную страну в мире. И он послушал, ну действительно, другого пути просто нет. И если ты об этом говоришь, и люди это слушают, и ты можешь с ними опонировать дискуссию, то я думаю, что таким путем мы и можем, Саша, прийти к тому, что ситуация будет меняться. Тут вопрос. Хотелось бы, конечно, не такими категориями и формулированиями, как вы с академиком по дороге на Херсон, а от более простыми тезисами, что такое этот закарпатский экономический эксперимент, который вы предлагаете. И что не будет это такое, ну типа, как знаете, там, Закарпаття хочет быть лучше, чем другие, хочет добиться перевагу над другими регионами. Тобто можете сформулировать, что такое закарпатский экономический эксперимент? Ну то, что мы лучшим и хотим быть в Украине, это однозначно. Мы, Закарпатцы, ставим перед собой цель. Мы сегодня будем делать все для того, чтобы мы стали лучшими в Украине. Мы договорились, да, а нам не нужны особые условия. Нам нужна хорошая среда, где может развиваться бизнес. Если он действует на всю страну, мы не против. Если не действует, давайте проведем его в Закарпатте. А со стороны очень простые, даже люди, которые не занимаются экономикой, думаю, меня быстренько поймут и о чем мы говорим. Первое, мы говорим очень модное слово, его говорят часто неправильно, политическая воля. Должно быть желание что-то сделать, чтобы было лучше. Политическая воля. То есть я считаю, что на уровне Закарпаттия Геннадий, Геннадьевич Маскаль, этого совершенно достаточно. Это два совещания, где он говорит силовикам, что не трогать, не дергать, не придираться. И своему аппарату дает указание, что быстренько бюрократия работает так, что инвестор пришел и все оформили. То есть это мы решаем, нам даже Киева не надо. На уровне обл. даже администрации Геннадий Геннадь это обеспечит. А дальше мы говорим, дайте нам те законы, которые у нас работали. Ничего нового. Закон про специальную экономическую зону, закон про специальный режим инвестиционной деятельности и наполните содержанием закон про индустриальные парки. Это набор инструментов, которые смогут привлечь инвестора. Инвестор на Украину сегодня не смотрит. А что вы можете предложить? А ничего не можем предложить. Войну, да? Как мы обычно говорим, даже когда на конференции выступаем, у нас война. Мы должны сказать, что это самая лучшая страна. Приходите к нам, вкладывайте деньги, создавайте рабочие места. Мы этого не делаем. Поэтому, когда они видят, что страна имеет, регион конкретно, три закона, которые защищают интересы инвесторов, ни одна разведка экономическая мира мимо этого не пройдет. Она будет работать и изучать. И тогда начнет приходить инвестор. А тогда уже технологически задача, скажем там, обл, даже администрации, сделать так, чтобы он от нас уже никуда не уходил. Ничего нового мы не предложили, не попросили. Мы сказали, давайте вернемся к той модели, которая была в 2001-2004 году. Это как раз период, когда и зайшли сюда цели взаимные предприятия. Ну, смотрите, у нас есть Фишер. Василий Рябич. Это лидер не в Украине предприятия. Это мировой лидер. То есть их продукция считается в мире очень качественной. Номер один. У него уже вырос сын. Сын работает партнер с отцом. То есть династия руководителей. Смотрите, тот же прибор мукачевский, который меняется. У него 5-6 инвестиционных проектов. Там два сына. Уже один работает директором в ООВЦ. Династия на западных инвестициях, на уроках. Есть уже два руководителя. Смотрите Джабил. То есть завтра руководитель Джабила может нам предложить 5-6 руководителей на любое другое предприятие. Смотрите Ядзаки. То же самое. Смотрите Форшнер у Сваляви. Смотрите там Интерфилд. У нас есть те предприятия, которые выращивают плеяду топ-менеджеров, которые могут все это обеспечить. А теперь мы это с вами увеличим в 10 раз. И мы покажем, что мы есть самая развитая область в Украине, потому что мы это имеем. Если инвестор хочет в Житомир, так мы за руку возьмем и проведем его в Житомир. Мы, Украина, мы в одной стране живем. Для нас не важно, чтобы один регион был хороший, а другие плохие. Это нереально. Это невозможно. То есть, ваше бачение, что такая инвестиционная экономическая модель подошла бы в любую региону, по факту, так? В Украине? Я думаю, что им надо думать свои модели. Нам подходит такая. То есть, они должны подумать набор тех инструментов, которые смогут поднять экономику области. Конечно, что с инвестициями проще всего работать нам. Безусловно. А. У нас есть опыт. Б. Мы входили в разные эти страны, государства. Мы знакомы для них. Они знают, что это есть. Три. У нас сумасшедшая логистическая составляющая. У нас такие преимущества логистические. То есть, заниматься бизнесом в Украине и не знать горя украинских дорог, такое преимущество имеем только мы. Наш завод, Еврокар, индустриальный парк Соломонов, два километра до перехода с Венгрией и 40 километров до автобана М3, который выводит нас во всем мире. Дороги уже хорошие. А в радиусе двух километров находятся три ЖД. Словацкая, венгерская и украинская. То есть, логистика. Мы этим хотели бы воспользоваться. Но грех этим не воспользоваться. То, что я сказал, что с повернутой головой в Европу. Смотрим прямо и ведем за собой. Это формула правильная. Но как мы сейчас не воспользуемся тем, что мы имеем. То есть, были бы мы неумными людьми, если бы этим не воспользовались. Поэтому мы предлагаем. А что надо Житомиру, я не изучал. То есть, если бы меня пригласили как эксперта, скажем, поработать с ним, я бы нашел для этого время. То я, возможно, предложил бы им, скажем, каскад других законов, которые подошли бы им. Я думаю, там достаточно умных людей, которые тоже могут внести предложение. Они носят, потому что в стране такая среда, такая ситуация. Когда регион сидит спокойно, заглядывает в рот Киеву, что они скажут. Вместо того, чтобы Киеву сказать, что давайте мы будем делать это. И это помогло бы нам, закарпатцам, если бы все регионы были более активными. И тут питание до вас тогда таке. От, на кого вы опираетесь, возможно, у лоббиювании этих вопросов на рівне державной влады. Я, зокрема, запитую и про, чи комуникуете вы с закарпатскими депутатами Верховной Ради. Потому что они фактически там, они законотворцы, они могли это просусти через комитеты, наполягать на внесение этого в порядок, где не в зал. Чи у вас эта коммуникация, и чи вы чувствуете, как бы, який КПД у этой группы, и чи можно сюда рухаться? Ну, вы очень правильно расставили акценты. Депутаты Верховного Совета – это большая сила. И я бы сейчас абсолютно не конфликтовал, я бы там не делился на кланы, не кланы, борьба. Мы все должны быть едины для того, чтобы Закарпаття и Украина получили хорошую экономическую среду. Поэтому, ну, скажу вам так, наверное, нужны какие-то примеры, да, чтобы я был убедительный. Когда принимался закон второго чтения про индустриальные парки, мы проговорили со всеми депутатами, и все за, и они своих друзей, своих знакомых поднимали для того, чтобы они голосовали за этот закон. Хотя у нас в Закарпатте сегодня один индустриальный парк, может быть 5-6, я так считаю, мы модель Закарпатия просчитывали, в Закарпатте где-то 5-6 индустриальных парков может быть. Я думаю, что и будет. Но они все с удовольствием это поддерживают. Это есть ресурс, это есть сила. Огромный потенциал в области администрации. Авторитет Геннадия Геннадьевича, его возможность пообщаться с президентом, его возможность пообщаться и с администрацией президента, и рассказать им, что мы можем для страны что-то сделать, если вы дадите нам такую возможность. Это тоже нельзя игнорировать. Областное объединение организаций работодателей Закарпаттия. Это многие еще не разобрались. Это очень мощный инструмент. Мы входим в Киевскую федерацию работодателей Украины, а киевские работодатели, всеукраинские, имеют социальный договор с кабинетом министров, с правительством, и наш представитель имеет право участвовать в заседаниях кабинета министра. Имеет право выступать. Колосовать нет. Поэтому все эти наши месседжи мы можем через эту организацию доносить в Киеве. То есть каналы коммуникации в принципе есть? И они довольно-таки эффективные. По крайней мере, ну как вам сказать, мне так много людей звонит из других регионов, что ты там задумал, покажи, расскажи, проконсультируй, как вы это делаете. То есть волна пошла. Пошла волна, и дай бог, чтобы люди были активны и что-то делали. То же самое я смотрю, общаешься в кабинете министров с министрами, и с начальниками департамента. Сначала смотрят как на врага народов. Проходит время, они привыкают, на слух уже воспринимают, их же это не пугает, они уже разобрались, они видят, что ничего плохого в этом нет, надо что-то делать. И они потихонечку начинают к этому всему относиться, симпатии. Но это ежедневная работа, это, ну как, изменение начинается с осознания. Когда мы осознали, что плохо, мы начинаем что-то менять. Но для этого надо говорить. Если мы говорим, то рассказываем, анализируем, показываем сильные стороны, не скрываем, что могут быть и слабые стороны, а говорят, мы боимся коррупционной складовой у инвестиций не политики. Но я говорю им, не даст Мерседес, если придет в Закарпатье, взятку начальнику департамента экономики. Не даст. Нету коррупции. Это те компании, которые не понимают, за что им давать деньги. Их надо притащить сюда, там в колени падать. А и что, падая в колени, скажут, что дайте нам еще взятку. Нереально. Коррупция нереальна. Но если вы ее так боитесь, то я вам скажу те вещи, которые как бы не говорят нашим зрителям и в экранах. Я говорю, что если будет коррупционная составляющая, и будут эти законы, и будут предприятия, это лучше, чем если не будет этих законов и не будет коррупционной составляющей. Потому что если они даже украдут или там отмоют процентов 10-20, то 50-60% все равно останется стране. А 50-60% это больше чем ноль. Поэтому говорю, какую формулу не рисуй, стране это выгодно. Ничего не делать, рассказывать вслух на всю страну. То один, то другой, то третий. Децентрализация, прозорость, валюта. Ну и набор абстрактных форм, на которых нам с вами надо 20 лет, чтобы мы могли их реализовать. Надо поколение, значит, в первом классе сейчас учить, поколение вырастет. Через сколько там, 15 лет он будет осознавать и будет таким, как они говорят. А жить нам надо и хочется сегодня. И богато, и хорошо. И деньги зарабатывать. И умно, грамотно их тратить. Без роскоши. Так, и вот тут запитание еще таке. Это процесс, и быстро мы не реализуем. Причем я когда пишу, я понимаю, что я получу такой ответ. Я же тоже в шахматы играю. Я знаю, как они будут реагировать. И люди, с которыми я работаю вместе, мы это можем предположить. Нам очень-очень важно сегодня заразить всех людей активностью к изменениям. К трансформации их мышления. Если мы это сможем сделать, мы победим. Какое продолжение? Для меня очень важно, мы с вами перед программой говорили про ваш ансамбль, про ваш оркестр. Почему мне это интересно? Может, это и есть законодатель моды в музыке во всей Украине. А мы это не умеем показать. Мы наш закарпатский продукт, наш закарпатский бренд не умеем упаковать. Поэтому меня интересует, как гражданина, человек, который любит эту область, лидерство во всем. То есть, готовим концерт «Креативный мир». Показываем, что мы самые креативные в Украине. Не с ума сходим от певцов среднего уровня Украины. Показываем, какие у нас с нашей самобытностью мы можем это продвинуть. Какие у нас художники. Ну, сравните в Украине. Расскажите мне, где есть лучшие художники, чем в Закарпатье. Выпускают книгу топ-100 лучших художников, ни одного закарпатца нет. Кто ее готовил? Ну, это не только их вина, это и наша вина. У нас здесь школа живопись, у нас все классные. Ну, буквально в всем. Как мы одеваемся, как мы ходим, какие у нас рестораны, как мы на набережной себя ведем. То есть, мы должны во всем быть законодателями моды. И если мы это сделаем, то мы будем это все менять. Потому что, смотрите, что сегодня нужно в экономике? Нужен кластерный подход развития. Это предприятие, это наука и это люди, которых мы готовим уже сегодня. Да, вот мы подписали кластерный договор и с властью, с обл.д. администрацией, работодателей с властью. Мы на сентябрь готовим мощные мероприятия со студентами, с университетом для того, чтобы их затянуть в этот кластер. И мы, ну, цикл замкнулся, и мы имели нормальные кластеры, которые нужны для того, чтобы развивалось. Это одно направление. Второе, что очень и очень важно. Просто без этого мы никуда не денемся. Мы перестали быть предприимчивы. У нас иссякла фантазия. Мы об этом не думаем. Очень хорошие книги, могу советовать родителям и детям, читали Киосаки, пишут об этих вещах. Ну, что в Америке есть такая проблема. У нас вообще не учат детей предприимчивость. Так, у нас сейчас планы большие на 20 сентября. Форум инициатив следующий. Продолжение площадка в университете на 700 человек, где мы пригласим лучшие группы, пригласим БЛИЦ, пригласим академиков, пригласим директоров предприятия. Сделаем 3-4 панели. И когда расскажет директор предприятия о том, как можно сделать карьеру в его предприятии. Как студент 4-5 курса пойдет к нему и через 5 лет вырасти, скажем, до начальника цеха и будет иметь заработную плату в 5000 долларов. То есть люди этого не знают. Как сделать карьеру? Кем-то. Сегодня все растервутся во власть. Все растервутся в бизнес. Всюду он ничего не умеет, но он так хочет, я уважаю. Узмираю, дай мне не Владу, иначе не выделяется. Иначе его нет. Он всюду, а его нигде нет. Поэтому они все рвутся, и поэтому не всюду у нас компетентная власть, они не работают. Это надо как-то сделать таким образом, чтобы каждый студент уже сегодня понял, я должен работать над собой, я должен осознать свою миссию на этой земле, я должен быть успешным, я должен быть богатым, а для этого я должен научиться в университете то, что мне пригодится для жизни. То есть адаптировать образование до жизни. У нас сегодня как происходит? Образование развивается само по себе, а жизнь идет сама по себе. Закончил университет Сашку, иди Субина, иди работу. А не треба такого работника, ты не знаешь как. Поэтому задать то на этому, 4-й, 5-й курс, 700 человек, видны, причем я приглашу людей из Киева, и академиков, и тех, кто сделал бизнес в карьере, и наши руководители всех предприятий, мы просто пообщаемся со студентами. Зачем ты поступил в университет, какая твоя цель, если только об этом начнет думать, он уже будет другим. Да, потому что, на жаль, много кто из тех, кто уже на статус абітурієнтов, даже не понимает, куди, власне, он потрапляет и чему будет учиться. У нас очень мало времени остается, я бы хотел, чтобы вы, возможно, какую-то мотивационную промову сказали до наших глядачей, потому что с партнерами, с коллегами, которые и так живут дещо в другом парадигме, вы спілкуетесь в рабочем порядке, а вот, правда, до людей, до тех же студентов, до простых, скажем так, працівників, до них звернутися, чтобы пробудить в них оцю инициативу всередине, так, и зрозуміти, что они чего-то варты, и земля, в которой они живут, чего-то варта. — Саша, у вашего вопроса уже есть мой ответ. И именно об этом и скажем. Дорогие закарпатцы, давайте осознаем, что мы самый западный регион в Украине, что мы самый модный регион в Украине, что мы знаем, что такое Европа, что мы знаем, как туда идти, и мы готовы свою страну, Украину, ввести в Европу, потому что мы прогрессивные, продвинутые во всех направлениях жизни и деятельности. Это цель и перед нами, закарпатцами, потому что это, я говорю на словах, до этого надо дорасти, это надо сделать. И посыл всем другим областям, что посмотрите на нас по-другому, потому что мы есть не сепаратисты, а мы есть самый западный, но украинский регион. И всюду запад, ну, как бы должен диктовать моду. Дякую вам за надихаючу розмову, дякую за те, что поделились своими думками. Бажаю успеху у вашей нелегкой, но такой потребной работы. Нагадую, мы спілкувалися с громадским діячем Володимиром Пановым. Я дякую, что дивились, и нехай счастить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok